Всем привет! Если вам тяжело найти работу, если вы отправляете заявки и вам не отвечают, если с вами провели интервью и не связались, можно или опустить руки и во всем винить обстоятельства, компанию, работодателя, или же можно взять бразды правления в свои руки и изменить свою тактику по поиску работы. Так вышло, что я часто выступала в роли HR-менеджера, нанимала сотрудников, просматривала сотни резюме, проводила десятки и десятки интервью. И сейчас, в последний месяц, я снова погрузилась в этот процесс наема новых кадров и остро ощущаю всю фрустрацию, связанную с этим процессом, потому что это стресс не только для людей, которые ищут работу, но и для тех, которые нанимают сотрудников, работодателей. И поэтому и записываю это видео, чтобы поделиться с вами всеми красными флажками, которые отталкивают работодателя от потенциального сотрудника, почему не проводятся интервью, почему ваши сообщения остаются без ответов или попадая сразу в корзину, чтобы вы посмотрели на ситуацию с обеих сторон, тогда вы ее лучше поймете. И прилагаю вам чек-лист, по которому мы сейчас пройдемся, и вы сможете пометить галочку там, где вы молодец, а там, где нет, поработать над этим, чтобы уже не получать отказы, а получать только «Да, мы хотим с вами работать». Первый красный флажок, первая ошибка, которая гарантирует, что вас даже не станут рассматривать как кандидата, это подача не по своей специальности. Да, тривиальная правда, но сколько я получала резюме, которые совершенно никак не были связаны с вакансией. К примеру, вы программист языка C, и вы подаетесь на вакансию программиста Go. Вам интересен язык Go, вы хотите его изучать, но у вас еще нет опыта в этой сфере, поэтому работодатель не станет рассматривать. Вы можете написать, что у вас есть желание обучаться, что вы легко обучаемый, часто это пишут. Это замечательно, работодатели ищут таких энтузиастов, но все-таки сначала наработайте опыт. Не подавайтесь в нерелевантные позиции, потому что вас даже рассматривать не станут. Вы потеряли свое время и время работодателя. Следующая ошибка, которая вытекает из предыдущей, это когда вы подаетесь на вакансию или на проект и не соответствуете требованиям или хотя бы даже одному пункту. Как правило, вакансия, проект содержат в себе лист, перечень требований к желаемому кандидату. И даже если под один пункт вы не попадаете, скорее всего вас даже не станут рассматривать. И особенно это касается, когда ищут, к примеру, native English speakers, чтобы говорил на английском как на родном, или чтобы проживал в Штатах. Да, вы можете попытаться, а вдруг повезет, но я бы не стала на это рассчитывать, и снова-таки вы тратите свое время и время работодателя. Следующая ошибка, которую мы все допускали, это использование шаблонов. Да, мы все ленивы. Мы уже написали это резюме, уже написали это мотивационное письмо. Если нет, у меня есть видео о том, как их писать. Отправили и ждем. Ответов нет. Казалось бы, уже же все выверено. Столько труда вложили. Но вот, когда нет индивидуального подхода, когда нет персонализированного сообщения, у работодателя возникает такая отчужденность. Мол, окей, даже когда вы пишете «I love your company», «I would like to be part of your team», «Мне нравится ваша компания», «Хочу быть частью вашей команды», все равно вот такие заготовочки, они показывают, что вы просто уже скопировали, вставили и разослали это десяткам и десяткам компаний. И не сильно хочется даже писать какой-то ответ. Поэтому не поленитесь. Уделите буквально 10 минут и прочтите о компании, прочтите о работе. Вставьте несколько вот таких индивидуальных фраз человеку, которому вы отправляете сообщение. Вот такой пример приведу. Когда я читаю книгу или слушаю подкаст, и мне импонирует человек, который пришел в гости к передаче или который написал книгу, и у меня возникают какие-то вопросы, я пишу этим людям email. И, к моему удивлению, по сей день они отвечают. Люди, которые уже многого достигли, которые там продали сотни тысяч экземпляров книги. Тем не менее, они отвечают на мои вопросы. При этом я отнимаю их время, я не предлагаю никакой ценности им, но я получаю ответы. А теперь посмотрите на ситуацию, где вы предлагаете решение проблем, потому что вы тот кадр, который придет в компанию, который она ищет и улучшит работу. И если вы потратите немножечко времени, персонализируете свое сообщение, принесете немножечко индивидуальности, покажете, что вам не все равно, конечно же, ответы будут. Поэтому, еще раз акцентирую ваше внимание, пишите индивидуально, под каждую компанию, под каждый проект. Да, вы можете использовать заготовленные фразы, конечно же, резюме, но при этом покажите, что вам не все равно, покажите, что вы реально заинтересованы. Следующий красный флажок, который сразу опускает вас вниз в список потенциальных кандидатов, даже если у вас опыт работы и портфолио на высоте, это такая мелочь, как отпечатки в тексте. Вы отправляете резюме, вы отправляете сопроводительное письмо, несколько строк в имейл. И если в этих текстах есть отпечатки, это сигнал работодателю, что вы невнимательны к деталям. Потому что эти тексты, по идее, вы уже несколько раз перечитали, если не выучили наизусть, и все равно допускаете отпечатки. Что же говорить о работе, где у вас не будет такой роскоши проверять, перепроверять несколько раз? Мой ответ. Следующий красный флажок, который сразу отнимает у работодателя всякое желание продолжать коммуникацию с потенциальным кандидатом, это когда кандидат переходит к вопросам стоимости, зарплаты, цены, без каких-либо других интересов. Понятно, по умолчанию, что вы подаетесь на работу не из альтруистических побуждений, что вы не волонтер, что вам важен финансовый вопрос. Но, если во время интервью на вопрос HR-менеджера, если у вас какие-то вопросы, вы сразу говорите о стоимости, о зарплате, это отталкивает. Снова-таки, не поленитесь, почитайте больше о работе, о компании, задайте несколько вопросов о вакансии, покажите ваш интерес. И желательно, чтобы этот интерес был искренним, потому что это работа, на которую вы будете тратить часы своей жизни. Поэтому не переходите сразу к финансовым вопросам, покажите, что вы, что называется в английском языке care, что вы заботитесь, что вам интересно то, куда вы ввязываетесь. Следующая ошибка тоже касается финансовой составляющей, это когда вы называете свою цену. Вы можете назвать или слишком низкую цену, которая отталкивает. Если вы думаете, что если вы называете низкую цену таким образом, вы получаете проект, вы получаете работу, нет. Есть работодатели, которые ищут дешевую рабочую силу, но, как правило, вы не захотите работать с такими работодателями, потому что они, назовем вещи своими именами, жлобы. Когда работодатель видит, что у вас очень низкая цена, как у специалиста, это порождает разного рода сомнения. У нас уже есть такая ассоциация, низкая цена, низкое качество, что-то здесь не так. Если же вы заламываете цену, тогда, скорее всего, вы тратите свое время, потому что у компании есть свой регламент, есть свой бюджет, и если они не могут вас себе позволить, но не смогут они этот бюджет увеличить, тогда зачем вы подаетесь на эту вакансию, которая предлагает оплату ниже той, на которую вы готовы идти. Поэтому, если ситуация такая, что вам надо назвать свою стоимость, пойдите на биржи фриланса или почитайте другие вакансии, которые ищут специалиста вот с вашим уже опытом. И тогда вы сможете оценить, на что рассчитывать и какую цену называть, чтобы и не занижать, но и не завышать там, где вы понимаете, что даже подаваться нет смысла. Экономьте себе время и время работодателю. Следующий красный флажок, который сейчас просто горит для меня бордовым, это когда я получаю сообщение, которое начинается со словом «Yo». Я уже не говорю «А, здравствуйте», там как-то с «Привет» можно работать, «Hi» хорошо, но вот «Hey», «Yo» я никак не могу вникнуть. Это такая мода или что? Всё-таки мы говорим о работе. Должна быть какая-то профессиональная этика. И вот такого рода фамильярность, даже если мы говорим о бизнесе развлечений, там бизнес-игр, вечеринок, тем не менее давайте соблюдать какие-то вот такие формальные правила, хотя бы на начальных этапах, потому что возникает вопрос у работодателя, как с этим человеком общаться? Он как, он мой дружбан? Или он всё-таки кадр, на который я могу положиться, чтобы достигнуть результата, в который я хочу? В общем, очень сложно в последнее время с этим. И другой момент, который я замечаю, пожалуйста, отпишитесь мне, потому что я что-то упустила, такая мода появилась, не писать начало предложения за главные буквы. То есть идёт точка, и затем новое предложение начинается с маленькой буквы. Мне кажется, я тут что-то упустила, вот сейчас такая мода в интернете, и я, наверное, уже та бабушка, которая говорит, «Ой, в наше время было лучше», потому что и вправду, раньше было проще. Точка за главные буквы намного проще читать сообщения, сканировать текст. А теперь вот с этой модой я удивляюсь, почему в сообщениях при подаче на работу, да и везде сейчас в социальных сетях, позволяется себе вот такая фамильярность. Может быть, я что-то упустила. Просветите меня, буду благодарна. Следующий красный флажок, который возникает уже на следующем этапе, когда с кандидатом ведётся переписка или проводится интервью, и задаются вопросы, которые уже были освещены или в описании вакансии, или в описании проекта, или в чате. Когда кандидат задаёт вопросы, на которые он уже получил ответы, это сразу сигнализирует работодателю, снова-таки, невнимательность к деталям и отсутствие вот этой усидчивости. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, прочтите от корки до корки эти парочку абзацев описания проекта, потому что тогда вы себя в таком невыгодном свете преподносите. Я думаю, вы этого не хотите для себя любимого. Или себя любимой. Никакой дискриминации по половому признаку, расовому, возрастному. Следующая ошибка, и, наверное, самое обидное, когда вы уже прошли все этапы, вы отослали ваше резюме, с вами связались, с вами провели интервью, вам дали тестовое и желательно оплачиваемое. И вы говорите, окей, к понедельнику я его выполню. Проходит понедельник, вторник, среда, четверг от вас работодатель получает сообщение, и даже если тестовое выполнено верно, вроде все классно, у работодателя, особенно у зарубежного заказчика, уже отпадает всякое желание с вами сотрудничать, потому что вы не сдерживаете свои обещания. Пожалуйста, всегда сдерживайте свои обещания, сдерживайте то, о чем вы говорите, то, за что вы стоите, потому что это ваш характер, это ваш профессионализм, и это то, что важно работодателю, чтобы вы были ответственны за свои слова, поступки и действия. И я хочу попросить своего зрителя, отпишитесь в комментариях, возможно, какие-то ошибки я упустила, и у вас был опыт HR-менеджера, или вы прошли путь фрилансера, и проанализировали, какие ошибки вы допускали, почему не получали проекты, работу, чтобы помочь всем нам становиться лучше. Теперь, когда вы прослушали меня, бла-бла-бла, сядьте и пройдитесь по чех-листу. Если надо, еще раз пересмотрите видео и проверьте себя по пунктам, и тогда вы сможете исправить свои недочеты и получать работу своей мечты. Если видео было полезным, а я старалась, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и успехов вам! До новых встреч!